Анкаре надоели комплексы Вашингтона Анкаре надоели комплексы Вашингтона Турция может купить дополнительную партию С-400 и российские истребители Газета Коммерсант номер 64 от 11 апреля 2019 года Строение 6 Анкара может приобрести дополнительную партию зенитной ракетной системы ЗРС С-400 Триумф и, возможно, российские истребители заявил глава МИД Турции Мевлюд Чавушаглу Он уточнил, что это произойдет, если США откажутся поставлять вооруженным силам страны комплексы Patriot и самолеты F-35 Российская промышленность может удовлетворить эти запросы Говорят источники твердый знак Ключевым условием является наличие политической воли турецкого руководства О планах по расширению военно-технического сотрудничества ВТС Анкары с Москвой господин Чавушаглу заявил в эфире телеканала НТВ По его словам, если у Турции не получится приобрести американские истребители F-35 Lightning II То турецкие военные смогут купить аналогичные самолеты у других стран Есть F-35, а есть российские истребители Кроме того, если США откажутся продавать Турции Patriot То она может приобрести вторую партию С-400 или же другие системы Добавил господин Чавушаглу В Кремле, комментируя эту информацию, заявили, что Россия обладает соответствующими возможностями Технологическими компетенциями и, конечно, ищет возможность расширения ВТС На сегодняшний день у России и Турции существует один твердый оружейный контракт, предусматривающий поставку Анкари четырех дивизионов С-400 Триумф летом 2019 года Сделка, включающая в себя поставку различных компонентов системы Ракет 40Н6 и обучение турецких специалистов Оценивается в 2,5 миллиарда долларов Из которых 55% стоимости покрывается российским кредитом Именно это условие позволило российским переговорщикам склонить чашу весов в свою сторону Говорит источник твердый знак в оборонной промышленности Американцы выкручивали туркам руки, обещая обеспечить поставку Анкари комплексов Только при условии внесения большей части предоплаты за них, а выдачу кредита, по некоторым данным, не рассматривали вовсе После заключения контракта в сентябре 2017 года США начали активно критиковать Турцию за сделанный выбор Заявляя о несовместимости приобретения российских ЗРС с членством страны в НАТО Однако президент Турции Реджеп Таип Эрдоган 8 апреля прямо сказал Это, покупка С-400, твердый знак, наше суверенное право Никто не может требовать от нас отказаться от него А директор по международному сотрудничеству госкорпорации Ростех Виктор Кладов в недавнем интервью изданию Дефенс Ньюз Заявлял, что Россия сотрудничает с партнерами и потенциальными партнерами независимо от того, кому это нравится, а кому нет По информации Твердый знак, каких-либо твердых договоренностей относительно поставки дополнительных триумфов пока нет Вопрос упирается в желание турецкого руководства наладить частичную локализацию отдельных узлов и компонентов С-400 на своей территории Для прямой поставки технических препятствий нет, говорит менеджер одного из предприятий промышленности Даже с учетом огромного контракта с Индией на 10 дивизионов данной ЗРС мощности того же Нижегородского машиностроительного завода Входит в концерн в Куалма-Сентей, позволит реализовать еще один турецкий заказ на ЗРС Как российские ракеты победили в битве за Турцию На фоне условий, которые американские конгрессмены выставляют Турции в плане реализации контракта на истребители F-35 Турецкие специалисты уже появили интерес к российским многофункциональным истребителям Су-35 Утверждает источник твердый знак в оборонной промышленности В случае если руководство Турции даст добро, то российские переговорщики в короткое время сформируют коммерческое предложение Которое, в отличие от наших западных коллег, не будет подвержено никакому конъюнктурному влиянию Отметим, что юридический контракт на поставку ВВС Турции F-35 продолжает действовать По словам господина Чивушаглу, концерн Локхид Мартин Передал им уже четыре истребителя этого типа Иван Синергиев